Ну, девятнадцать, ого, все часы перевели, все, че не, а ну, кажите. Девятнадцать, ого, все, сверим часы. Это значит, шо у нас сьогодне добрый вечер, пан диспетчер. И сьогодне будем езти, давайте будем сьогодне езти как леты. С мнясом, мняс, ого, как леты. Вот, я люблю как леты со свежим хлебом или с лепешками. Вот так, шо прям с удовольствием. О, еще можно с помидорами, с салатиком. Во, давай так сьогодне, можно даже с чаем. И так, а чоб и не, главное, шо б удовольствие было в нашей жизни. На сьогодне у нас часть тринадцатая, дванадцать плюс один. Ты не один, правильно? Педали дали, и ото погнали. Часть тринадцатая. А глава девятая не сходится уже давным-давно. Глава девятая. Часть тринадцатая. Все жилище Мартоны было погружено во тьму. Не дождавшись возвращения матери Виламара, Эйлы и Джандалара, Фалара ушла в гости к своей подруге Рамиле. В гости пошла. Они видели ее за вечерней трапезой, но обсуждение продолжалось и в этой более непринужденной обстановке. И девушка поняла, что они вряд ли скоро вернутся домой. Угли в очаге совсем уже погасли, и свежий порыв воздуха, долетевший от входа, не смог оживить их. Возьму-ка я светильник или факел и принесу от Джахарана раскаленных углей для очага, сказал Виламар. «А я не вижу у них никакого света», — сказала Мартона. «Он был на совещании вместе с Пролевой, а теперь они, вероятно, пошли за Джарадалом». «Может, у Салабана есть кто-то дома», — предположил Виламар. «А у них тоже нет света. Рамара, наверное, ушла, ведь и Салабан провел целый день с нами на этом собрании». «Вам не стоит беспокоиться», — сказал Эйла. «У меня есть огненные камни. Я нашла их сегодня. Мы сможем быстро разжечь костер». «А что такое огненные камни?» — почти одновременно спросили Мартона и Виламар. «А сейчас мы вам все покажем», — сказал Джандалар. Эйла поняла, что он улыбается, хотя и не видела его лица. «Мне понадобится растопка», — сказала Эйла. «Легко воспламеняющаяся топлива». «Возле очага есть растопка, но я не уверен, что смогу дойти до него, ни на что не наткнувшись», — сказала Мартона. «Мы можем раздобыть у кого-нибудь немного огня». «Тебе придется войти и поискать светильник или факел в темноте. Так ведь?» — сказал Джандалар. «Можно отдолжить у кого-нибудь светильник», — возразила Мартона. «Отдолжить». «По-моему, света искр будет достаточно, чтобы найти очаг», — сказала Эйла, «вынув кремниевый ножик и нащупав мешочки, найденные огненные камни». «О, сейчас пожаручие, наробышь». И она вошла в дом первый, держа в левой руке кусок железного колчедана, а в правой — ножик. И на какое-то мгновение ей показалось, что она очутилась во мраке глубокой пещеры. Тьма была настолько полной, что, казалось, навалилась на нее. Даже по ее спине пробежали мурашки. И она ударила тупым концом кремниевого ножа по огненному камню. Эйла услышала, как ахнула Мартона, когда яркая искра на краткий миг осветила кромешную тьму помещения. «Как? Как ты сделала это?» «Как ты сделала искру?» — спросил Эломар. «Ты можешь мне сделать еще одну?» «А?» «Я сделал ее с помощью кремниевого ножа и огненного камня», — сказала Эйла, вновь ударяя камнями друг от друга и наглядно показывая, что она может выбить еще одну искру. Эта яркая искра позволила ей сделать несколько шагов в сторону очага. Она повторила действие и продвинулась еще немного. «А-а-а! Вот тебе и фонарик!» «О-о-о! Лехтарик!» Достигнув кухонного очага, она увидела, что Мартона тоже смогла пройти по ее следам. «Я складываю растопку здесь, с этой стороны», — показала Мартона. «Где ты хочешь развести огонь?» «Ближе к краю, наверное. Наверное, так удобнее», — сказала Эйла. И она нащупала в темноте руку Мартоны и взяла у нее мягкие, сухие обрывки какого-то волокнистого вещества. Положив растопку на землю, Эйла наклонилась пониже и вновь высекла искру. На сей раз она упала на эту маленькую кучку растопки, и в ней сразу же затеплился огонек. Эйла слегка подула на него, и она была вознаграждена язычком пламени. Она подбросила еще немного растопки. Мартона держала на готове тонкие щепки и более толстые ветки. И действительно, почти в мгновение ока веселый огонек озарил это темное жилище. «Есть свет!» Веломар зажег несколько светильников и сказал. «Отлично! Но теперь мне хочется посмотреть на вот этот твой огненный камень. А ну, покажи!» «Покажешь?» И Эйла дала ему небольшой кусок железного колчедана. «Что это таке? А это оно, это шваркое чешо!» Веломар изучающе посмотрел на этот серовато-желтый минерал. Повертел, покрутел, повертел его в руках. «Туды-сюды!» И рассматривал со всех сторон. «Он выглядит, как обычный камень. Довольно, правда, приметного цвета. Как ты добываешь огонь из него? Как оно вылетывает?» Спросил он. «Неужели любой человек может получить искру?» «О, прям вообще любой!» «Конечно, любой!» Сказал Джандалар. «Сейчас я тебе покажу. У тебя есть еще немного растопки, мам?» Пока Мартона давала растопку, Джандалар сходил к своему дорожному мешку за костровым набором и вернулся с кремниевым ударником и огненным камнем. Соорудив рыхлую кучку из легкого топлива, он подумал. Вероятно, здесь, как обычно, смешанный рогоз и ивовые прутики со смолой и трухлявой сухой древесиной. Его мать предпочитала именно такую растопку. Низко нагнувшись к этой легковоспламеняющейся горке, Джандалар ударил кремнем по огневу. В свете горевшего костерка уже не так легко было разглядеть эту маленькую искорку. Но она опять-таки попала на растопку, которая с тихим шипением потемнела. И вверх поднялась струйка дыма. Джандалар раздул огонек и добавил еще топливо сверху. И вскоре и второй костерок уже потрескивал в темном пепельном круге, обложенном камнями, который служил очагом их жилища. «А можно мне попробовать?» спросила Мартона. «Нужно немножко потренироваться, чтобы высеченные искры попадали именно туда, куда ты хочешь. Но это совсем не трудно. Каждый может научиться», сказал Джандалар, передавая ей огнево и ударник. «А после, после тебя я тоже попробую», сказал Веломар. «Ты можешь попробовать прямо сейчас», сказала Эйва. «Я достану мой костровый набор и покажу тебе». Пока я пользовалась в качестве ударника тупым концом ножа, но уже слегка отбила его, и мне бы хотелось, не хотелось испортить лезвие. Их первые попытки были неуверенными и неловкими. Но Эйла и Джандалар опять показали им, как это делается. И вскоре ученики набили руку. Веломар первым разжёг костерок, но вторая его попытка оказалась неудачной. Фиаско, братан. Мартона, овладев новым методом, мгновенно добыла огонь, и благодаря практичным советам двух опытных мастеров, смешанным с весёлыми шутками, пребаутками и смехом, уже очень скоро оба ученика с лёгкостью высекали искры туда, куда треба. И раздували огонь. Всё. Огонь. Пришедшая домой Фалара обнаружила, что её домочадцы восторженно смеются. Стоят на коленях вокруг очага, озарённого светом нескольких костерков. Ритуал какой! Чешо! С девушкой вернулся и волк. Вместе. Ему надоело целый день торчать на одном месте с Эйлой. Надоело! И когда он увидел приветливо встретивших его Джарадала и Фалару, то он не смог воспротивиться желанию присоединиться к ним. Вместе же оно веселей. И они обрадовались возможности похвастать знакомством с этим необычайно дружелюбным хищником. Их общение уменьшило страх перед ним других обитателей пещеры. Уделив каждому должное внимание, волк попил воды и улёгся, свернувшись калачиком в углу около входа. Охранник ты, чехто! Именно этот вход он назначил своим законным местом, чтобы отдохнуть после замечательно утомительного дня, проведённого с Джарадалом и другими детьми. Ах, все соки повысмакували. Что происходит здесь? Спросила Фалара, когда улеглось волнение приветствий. И она обратила внимание на очаг. — Зачем вы разожли столько огней в очаге? Зачем столько? — Мы научились добывать в огонь с помощью камней. Мы научились, — сказал Веломар. — С огненным камнем Эйлы? — спросила Фалара. — Да. Это так просто, оказывается, — сказала Мартона. — Я обещала научить тебя, Фалара. Хочешь, попробуй прямо сейчас, — предложила Эйла. — Неужели у тебя и правда получилось, мам? — спросила Фалара. — Конечно. — И у тебя тоже, Веломар? — Ну да. Это нетрудно. Надо только немного попрактиковаться, — сказал он. — Ладно, надеюсь, я не останусь единственной в этой семье, кто не поймет, как сделать это. Пока Эйла показывала девушке основные правила добывания огня с помощью камней, а Джандалар и только что обученный Веломар добавляли свои советы, Мартона раскалил в разгоревшихся кострах кухонные камни. Она налила воды в чайную корзину и начала отрезать куски остывшего запеченного безоньего мяса. Когда камни раскалились, она опустила их в воду, выпустившую облачко пара. Потом добавила еще парочку и подлила воды в сосуд, сделанный из ивовых прутьев и плотно оплетенной волокнистыми травами. Там были приготовленные утром овощи, бутоны красоднева, порезанные кусочками молодые побеги лаконоса, стебли чертополоха и лопуха, закрученные побеги папоротника и семена лилии, приправленные для вкуса диким базиликом, соцветиями бузины и земляными каштанами. Все, записали рецепт? Все, завтра мне такая в избушку на пробы. Угу, девятнадцать, ого, не забывайте. К тому времени, когда Мартона приготовила легкий ужин, костерок фолары добавился к тем, что уже горели в очажном круге. Захватив свои тарелки и чашки, все расселись на подушки вокруг низкого стола. После еды Эйла отнесла волку миску с остатками и добавочным куском мяса, налила себе чаю и вернулась к остальным. Мне хочется больше узнать об этих огненных каменях, сказал Веломар. Я никогда не слышал, чтобы люди добывали огонь подобным образом. Я нигде такого не бачив. А где ты научился этому Джонди? Спросила Фалара. Это все Эйла показала мне, сказал Джандалар. А тебя кто научил Эйла? Спросила Фалара. Да никто меня не учил. Все получилось по случайности. Чисто случайно, ответила Эйла. Но как же можно получить огонь по чистой случайности? удивилась Фалара. И Эйла сделала глоток чая и, прикрыв глаза, попыталась вспомнить, как было дело. Мне выдался один из тех дней, когда кажется, что все валится из рук и ничего не получается, начала она. Только что начался мой первый одинокий холодный сезон. Река замерзла и покрылась льдом. А ночью погас огонь. Винни была тогда еще совсем маленькой, и вокруг моей пещеры рыскали гиены. А я даже не могла найти в темноте мою пращу. И мне пришлось отогнать их, бросаясь кухонными камнями, что было под рукой. И утром я собралась вырезать палочки для разведения огня. Но уронила топорик, и он разбился. Он был у меня единственным, поэтому мне пришлось сделать новый. И мне повезло, поблизости от моей пещеры я заметила среди валявшихся на берегу костей кремниевые желваки. И я спустилась на каменистый речной берег, чтобы сделать новый топорик и парочку других орудий. Работа я откладывала в сторону мой каменный ретушер, но все мое внимание сосредоточилось на обрабатываемом куске кремния. И я случайно, по ошибке, подхватила с берега не тот камень. И вместо ретушера мне попался под руку камень, похожий на этот. и когда я ударила по нему кремнием, получилась искра. И я тогда очень удивилась, откуда это? И эта искра, она напомнила мне об огне, ведь мне все равно нужно было развести костер. И я решила попробовать развести его с помощью этой самой искры. А почему бы нет? И после нескольких попыток мне таки удалось разжечь костер. Вот точно так же, как мы сегодня. Да, на первый взгляд это кажется пустяковым делом, сказала Мартона. Но я сомневаюсь, что мне пришло бы в голову попробовать добыть огонь с помощью такой искры, даже если бы я увидел ее. Я жила одна в той долине. Некому было говорить мне, что можно, а что нельзя делать. сказал Айла. Ну, а как же я, Крэп, ведь это ж я тебе все подсказывал. Традиции клана запрещают женщинам охотиться, а я уже убила лошадь и приютила у себя в пещере жеребенка, что в клане мне никогда бы не позволили. Я уже делала так много всего запретного, что я была готова попробовать любую идею, пришедшую мне в голову, лишь бы только она помогла. И много? Много таких огненных камней ты нашла там? Много? спросил Веломар. Да, на том каменистом берегу было очень много огненных камней, ответил Джандалар. Уходя последний раз из ее долины, мы собирали все, что смогли найти. Все, прям все собирали. Во время нашего путешествия нам пришлось расстаться с некоторыми из них. Но я постарался сохранить как можно больше для наших людей. По пути сюда такие камни нам ни разу не встретились. Очень жаль, сказал торговый мастер. Было бы здорово поделиться ими с другими или даже обменять их на что-то еще. А почему бы и нет, сказал Джандалар. Сегодня утром Эйла нашла несколько камней на берегу лесной реки прямо перед началом нашего совещания. И я впервые вновь увидел их с тех пор, как мы покинули ее долину. Именно здесь увидел. Ты нашла их? Здесь, прямо у нас. Где ты нашла? Где это? спросил Веломар. У подножия маленького водопада, сказала Эйла. Мы нашли немного в одном местечке, но ведь в округе их может оказаться гораздо больше, сказал Джандалар. Верно, заметил Веломар. Вы уже многим успели рассказать об этих огненных камнях, чиняще. Вы многим рассказали. Мы никому пока еще не говорили, но Зеландо не знает, сказал Джандалар. Фалара рассказала ей. А тебе кто рассказал? Эйла. Вернее, я просто видела, как она использовала его, объяснила Фалара. Вчера, когда ты пришел домой, Веломар. Но сама Зеландония она пока еще не видела? Она ничего не бачила? Не? С усмешкой уточнил Веломар. По-моему, нет. Вот будет забавно, а? О-о-о! Мне уже не терпится посмотреть на ее реакцию, воскликнул Веломар. Она наверняка будет потрясена. О-о-о! Но удастся ли ей, как обычно, скрыть это? А то еще той вопрос. Да, это будет забавно, так же усмехай, сказал Джандалар. Эту женщину весьма трудно удивить. Вот то. Потому что она очень много знает, заметила Мартонна. Но ты, Эйла, даже не представляешь, какое впечатление уже успела произвести на нее. это верно сказано, это верно, поддержал Веломар. Вы оба произвели. Какие там еще сюрпризы припратены у вас, а? А ну пошушукайте по шусекам, а? Ну, я думаю, вас приятно удивит копьеметалка, которую мы собирались показать завтра утром. А потом вы даже не представляете, как ловко Эйла управляется с пращей, сказал Джандалар. А еще я научился замечательным способом обработки кремния. Хотя это вас не особенно интересует. Но даже Даланар удивился. Ну, если уж Даланар удивился, то мне сама мать велела. — Сказал Веломар. — А еще у нас есть приспособление для протягивания нити. Называется игла, сказала Эйла. — Игла для протягивания нити? — удивленно переспросила Мартона. — Да, для шитья. Мне просто никак не удавалось просунуть тонкий шнур или жилы через проделанную шельцем дырочку. И тогда у меня возникла одна идея, которую помогали осуществить все обитатели львиного стойбища. — Хотите, я могу прямо сейчас достать мой швейный набор, и я покажу вам, — предложила Эйла. — Ты думаешь, что игла сможет помочь тому, у кого ослабло зрение? Легче попадать в дырочки? — спросила Мартона. — Думаю, да, — сказала Эйла. — Сейчас я принесу этот набор. — Давайте лучше отложим просмотр до утра. Будет лучше, видно. — Светка стравит не такой яркий, как солнечный, — сказала Мартона. — А завтра я с удовольствием посмотрю на твое приспособление. — Вот это правильно, а то сразу все тебе выкладывай. — Ага, спойлеры, да? — Фате, а вы тоже все это выкладывали. — Ну а что оно там? — Так неправильно, не хорошо так. — По чуть-чуть надо, по трошечки. — Чуешь, что скажу? — Слухай, деда. — Ну, Джандалар, ты вызвал здесь у нас настоящий переполох. — О, ты, чертополох ты, с культы приехал, — сказал Виламар. — Хватило бы уже одного твоего вотока возвращения. Но ты вернувшись целым ворохом сюльпризов. — А, я всегда говорил, что странствия открывают новые возможности. Они побуждают к новым изобретениям. — О, как? Возбуждают. — Наверное, ты прав, Виламар, согласился Джандалар. Но скажу тебе откровенно, я устал от этих странствий. Не поверишь, как устал. Теперь меня долго никуда уже не заманишь. Я хочу спокойной, спокойной семейной жизни. Все, хватит. — Но ты ведь пойдешь на летний сход, Джонди, спросила Фалара. — Конечно, сестренка, конечно, пойду. Мы с Элой собираемся пройти там брачный ритуал, сказал Джандалар, обнимая Эллу за плечи. Опять все рассказал. — Николи не кажи гоп, поки не переплигнешь. Чуви, что кажу? — О, ты, дурнете теля, что ты всем рассказываешь свои планы? Что, жизнь еще не научила, не? — Слухай, деда, слухай. Поход на летний сход — это легкая прогулка, особенно после того путешествия, которое мы проделали. Летний сход — это только лишь часть домашней жизни. Кстати, я вспомнил, что Джохаран хочет устроить охотничью вылазку перед выходом. Ты не знаешь, Веломар, где бы нам раздобыть маскировочные наряды? Эйла тоже хочет отправиться на охоту? И нам обоим нужно приодеться. Уверен, что мы что-нибудь, что-нибудь да придумаем. У меня есть лишние рога, если мы пойдем на оленей. Есть у меня рога, могу поделиться. У многих есть запасные шкуры и прочие атрибуты. Все найдем, сказал торговый мастер. Но я ж торговый, торгаш, все найдем, все куплим. А что такое маскировочные наряды? Мы покрываем себя шкурами, ну и иногда привязываем ветвистые или небольшие рога, чтобы подойти поближе к стаду. А то ж так они без рогов не подпускают. Животные дюжи подозрительно относятся к людям, поэтому мы пытаемся показать им, что мы тоже животные, пояснил Веломар. Жандалар, может мы сможем задействовать лошадей, как в тот раз, когда мы свиньи помогли мамутое в охоте на бизонов, сказала Эйла и перевела взгляд на Веломара. Когда мы сидим на спинах лошадей, животные нас не замечают. Они видят только лошадей. И мы сможем подобраться к ним очень близко. Обычно с помощью волка и наших копьеметалок нам удавалось успешно поохотиться. «Тэ иди вы, ваши животные, они помогали охотиться на других животных? Вы не упомянули об этом, когда я спрашивал, какие сюрпризы вы припятали там по сусекам? Что вы сразу не сказали? Надо было сразу вывалить. Разве вы не думаете, что это будет, это ж будет, это ж будет потрясающее зрелище!» Улыбаясь, заметил Веломар. «У меня такое чувство, что они еще сами не осознают всех тех неожиданностей, которые припасли для нас», немного помолчав, заметила Мартон. «Может, кто-нибудь хочет выпить настоя ромашки перед сном?» И она посмотрела на Эйлу. «По-моему, она хорошо успокаивает и снимает напряжение». «А у нас сегодня был очень волнующий день. Я даже не представляла, что люди клана могут иметь древние традиции и предания». И Фалара сразу же навострила уши. Сегодня все только и говорили об этом долгом совещании. Ее друзья приставали к ней, чтобы она хоть намекнула, о чем они так долго совещаются там, предполагая, что ей это известно. А ну расскажи». Она говорила им, что знает не больше любого из них, но умудрилась внушить при этом, что просто не может сказать того, что знает. И наконец, сейчас у нее возникли некоторые идеи по поводу предмета этого совещания. И она внимательно прислушалась к продолжению сего разговора. «Они, видимо, обладают многочисленными достоинствами», говорила Мартона. «Они лечат болезни, и их вожди, похоже, больше всего заботятся об интересах людей. Знание их целительниц должно быть очень обширны, если судить по реакции Зеландони. И у меня возникло ощущение, что она хочет побольше узнать об их шаманах. По-моему, Эйла, у нее осталось к тебе еще очень много вопросов. Но она сдерживала себя. А Джохарана больше интересовали люди и их образ жизни. Быть. Все постепенно успокоились и умолкли. Че преду тихли. Приглядевшись в этом приглушенном мягком свете горащего в очаге костра и расставленных по дому огоньков масляных светильников, к красивой обстановке жилища Мартонны Эйла отметила много изящных деталей. Этот дом являлся продолжением этой женщины и напомнил Эйли о том впечатлении, которое произвел на нее со вкусом обставленный очаг ранека в длинном заглубленном землю жилище львиного стойбища. Он был художником, прекрасным резчиком по кости, и у него нашлось время, чтобы объяснить ей свое восприятие прекрасного и поделиться мыслями о творчестве и о ценности красоты самого человека и окружающей его домашней обстановки для почитания великой матери земли. И она поняла, что у Мартонны должно быть таким же восприятие красоты. Потягивая чая, Эйла наблюдала за семьей Джандалара, собравшейся в этой уютной комнатке за низеньким столом. И испытала неизведанное прежде ощущение покоя и согласия. Вот она обстановка. Здесь сидели люди, которых она понимала. Люди, похожие на нее. И в этот момент она вдруг отчетливо осознала, что действительно она и принадлежит к этим другим. неожиданно перед ее мысленным взором встала другая картина. Пещеры клана Брана, где и прошло ее детство. И она просто поразилась очевидности различий. В Зеландонии каждая семья имела свой дом с перегородками и стенами, разделяющими его на отдельное помещение. Из этих домов могли доноситься голоса и звуки, на которые обычно никто не обращал внимания. Но каждая семья сохраняла зрительное, ощутимое уединение. Мамутою также разграничивали пространство для каждой семьи в земляном жилище, и занавесы при желании обеспечивали зрительное уединение. В пещере клана были известны границы жилого очага каждой семьи, даже если они намечались всего парой специально положенных камней. Уединение являлось сущностью общественной жизни. Никто не бросал прямых взглядов на соседние очаги. Никто не смотрел за эту незримую границу. клан умел не видеть то, что не положено видеть. Смучительной болью Элла вспомнила, что даже те, кто любил ее, они просто перестали ее видеть, когда на нее наложили смертное проклятие. Зеландонии разграничивали пространство как внутри, так и снаружи жилых построек. У них имелись спальни, кухни, столовые и различные мастерские. В клане места для разнообразной деятельности не были так четко разделены эти места. В основном их жилое место состояло из спальных, лежанок и очагов. Но в остальном организация пространства определялась привычками, обычаями и манерой поведения. Для них существенным было мысленное и бытовое подразделение, но не физическое. Женщины избегали тех мест, где трудились мужчины, а мужчины не вмешивались в дела женщин, а трудились все в основном там, где им было удобно в данный момент. Зеландония, похоже, имеет больше времени для изготовления бытовых вещей, чем клан, сразу же подумала Эйла. Обстановка у них достаточно разнообразная, явно превосходящая набор необходимых вещей. Возможно, такие различия порождены совсем иным способом охоты. и покруженная в эти свои мысли, она прослушала заданный ей вопрос. Эйла, Эйла, громко позвал Джанталар. «О, извини, Джанталар, ты что-то сказал? О чем ты так задумалась? Ты даже не услышала меня?» «Я думала о различиях между другими и кланом, и я размышляла о том, почему Зеландонии делают гораздо больше вещей, чем клан», сказала она. «И ты нашла ответ?» спросила Мартона. «Не знаю, но возможно причина как-то связана с разными способами охоты», сказала Эйла. «Когда Бран с отрядом мужчин уходил на охоту, то они приносили обратно целые животные, а иногда даже и двух. В львином стойбище жило примерно столько же человек, сколько в клане Брана. Но они приглашали на охоту любых способных помощников, мужчин, женщин, даже некоторых детей. Конечно, только для преследования стада. Они обычно убивали много животных и приносили обратно только самые лучшие и вкусные части туш и запасали много мяса на зиму. Я не помню случая, чтобы кто-то голодал. Но к концу зимы запасы продуктов в клане они иссякали и иногда приходилось охотиться весной на истощенных животных. В львином стойбище также заканчивались некоторые виды продуктов и все очень тосковали по зелени, но им удавалось хорошо обеспечить себя аж до поздней весны. Может об этом стоит потом рассказать Джахарану, а? Нехай потолкуе, зевнув, сказал Веломар и поднялся с подушек. Ну а сейчас, а сейчас, а сейчас я, пожалуй, пойду спать. Что? Спадки. Похоже, завтра нам вновь предстоит напряженный денек. И Мартона, последовав примеру Веломара, отнесла на кухню пустые тарелки. Эйла с улыбкой заметила, что Фалара тоже встала, потянулась и зевнула, почти как Веломар. А, дурной пример очень интересный, жарозительный. И я тоже пойду спать. Завтра я помогу тебе вымыть тарелки, мам, сказала она, вытирая свою деревянную миску кусочком кожи, прежде чем убрать ее. А сейчас я слишком устала. Ты пойдешь на охоту Фалара? спросил друг Джандалар. А я еще не решила. Посмотрим. Утро вечера мудренее. Вот так вот уклончиво ответила она и направилась в свою спальню. Спадки. На следующее утро, в отличие от предыдущего, Эйла проснулась очень рано. Все угольки в очаге и светильнике давным-давно уже погасли. Но высоко над головой, над темными стенами дома, Мартоны, уже заметны были очертания известнякового навеса в слабых отраженных рассветных лучах, первых световых вестниках, возвещавших о скором восходе солнца. В доме еще стояла полная тишина, но Эйла тихо вылезла из-под мехового покрывала и прошла по еще сумрачному жилищу к ночной корзинке. Едва она встала с лежанки, волк сразу же вскинул голову, я все смотрю и радостно тяфкнул и последовал за ней. Хорошая идея, привет, я тоже хочу. Она чувствовала легкое недомогание, но тошноты почти не было, и ей захотелось что-нибудь пожевать, чтобы успокоить тянущие ощущения в животе. Зайдя на кухню, она развела небольшой костер, взяла пару кусков вчерашнего бизоньего мяса с костяной тарелки и несколько мягких овощей, оставшихся на дне суповой корзины. Так и не осознав толком полегчало ей или нет, Эйла решила приготовить для себя успокаивающий желудочный настой. Все правильно, успокаивающий. Она не знала, кто вчера настаивал для нее чай, но сомневалась, что этим занимался Джандалар и подумала, что надо бы приготовить также один из его любимых утренних напитков. И Эйла вытащила из дорожного мешка лекарскую сумку. Теперь, когда мы наконец закончили путешествие, я смогу пополнить запасы целебных и питательных трав. «Ну наконец-то», подумала она, просматривая каждый пакетик и вспоминая его название «Назначение». «Сладкий сытник помогает при расстройстве желудка, но его лучше сейчас не использовать и заговорила мне, что он может вызвать выкидыш». И пока она размышляла над возможными побочными эффектами, из памяти всплывали нужные сведения из ее обширных целительских знаний. «Кора граболистной березы помогает предотвратить выкидыш, но она мне пока не нужна». «Да, я думаю, что мне не грозит потеря этого ребенка. Гораздо труднее мне было выносить дарка», вспомнила она. Эйла еще вспомнила, как Иза отправилась за свежим киркозоном змеевидным, чтобы помочь ей выносить этого ребенка. Киркозон змеевидный. Тогда Иза уже неважно себя чувствовала и так промокла и замерзла, выкапывая эти корни, что ей стало хуже. «По-моему, она так и не поправилась окончательно», подумала Эйла. «Я скучаю по тебе, Иза. Мне хотелось бы, чтобы ты всегда была рядом, чтобы я рассказала тебе о моем мужчине, с которым мы хотим соединиться, чтобы я поделилась с тобой. Мне хотелось бы, чтобы ты дожила до встречи с ним, как бы мне хотелось, и мне кажется, он понравился бы тебе». «Базилик, конечно же базилик, он не только помогает предотвратить выкидыш, но из него получается приятный напиток», и она отложила в сторону этот пакет. «Мята тоже полезная, она снимает тошноту, успокаивает боль в желудке и улучшает вкус». «Мяту я тоже люблю, да чаю». «Джамдалару тоже нравится мятный чай, бачишь, ему тоже, видишь, как мы с ним похожи, тоже похожи». И она выложила также и пакетик мяты, и шишки хмеля, они успокаивают головную боль и спазмы, вспомнила Эйла, выкладывая третий пакетик рядом с мятой. «Только не надо перебарщивать, хмель может действовать как снотворное». «О, тоже хорошо, но не с утра, правильно?» «Семена молочного чертополоха видимо как раз то, что мне нужно сейчас». «Но их долго настаивать», размышляла Эйла, продолжая проверять довольно скудные запасы целебных трав, имевшихся в ее сумке. «А вот и пахучий ясменник». «Он успокаивает желудочные боли, но он действует очень слабо». «А ромашку можно взять вместо мяты, она тоже помогает от желудочных расстройств». «В сочетании с другими травами получится очень приятный вкус, очень даже ничего». «А?» «А мяту оставим для джандалара, ведь он ее так любит». «Именить, трошечки». «Хорошо?» «Душиться тоже полезно». «Но нет, Иза обычно использовала от недомоганий только свежие верхушки, а не сушеные, только свежие». «Что-то еще Иза обычно использовала свежим». «Хм, что-то еще». «А, листья малины». «Конечно же, листья малины». «Вот что мне нужно?» «Они особенно полезны от утренних недомоганий». «У меня не осталось этих листьев». «Но они были на пиршестве позапрошлым вечером». «А это значит, малинник должен расти где-то здесь, поблизости, рядом». «Иды шукай». «Сейчас как раз хорошее время для сбора, а я и пойду». «О, ты меня даже чуешь? «Иды шукай». «Чуешь, шукай?» «Шукай». «Спитай и шукай». «Шо?» «Язык отпадет, и шо?» «Спитай». «Де росте?» «Да, лучше всего набрать листьев малины, пока ягоды еще не созрели». «Пока они еще только зреют». «Дородов мне нужно будет набрать побольше таких листьев». Иза всегда пользовалась ими, когда женщины рожали. Она говорила, что их настой успокаивает материнское чрево и помогает младенцу легче появиться на свет. «У меня осталось еще немного липового цвета. Липа. А он очень полезен от расстройства желудка. И его лепестки продают этот сладковатый вкус всем настойкам». «По соседству с Шарамудой росла удивительно огромная старая липа», вспомнила она. «Интересно, растут ли в этих краях липы?» «Увидев уголком глаза какое-то движение, Эйла оглянулась и заметила, что Мартона выходит из своей спальни». Волк тоже оглянулся на нее и принял насторожную позу. «Хто ц и д?» «Ты сегодня рано поднялась, Эйла», тихо сказала она, чтобы не потревожить всех спящих. Подойдя к ним, она приветливо потрепала волка по загривку. «Я обычно так и встаю, если только предыдущим вечером не бывает пиршества с питьем этих крепких напитков». И, насмешливо улыбнувшись, ответила Эйла таким же тихим голосом. «Да уж, Ларомар делает крепкое пойло». «Но людям оно, похоже, нравится», заметила Мартона. «А я смотрю, ты уже развела огонь?» «Обычно я сгребаю на ночь угли в кучу, чтобы утром легче было разжечь костер. Ну, вчера, да, вчера я поленилась. Ведь ты показала нам, как быстро получается огонь с этими огненными камнями». «О, а что ты готовишь тут?» «Утренний чай», сказала Эйла. «Я также люблю делать утренний бодрящий чай для Джанталара». «Хочешь, я сделаю и для тебя тоже». «Когда вода согреется, мне нужно заварить травяной сбор». «Его велело мне пить по утрам Зеландони», сказала Мартона, начиная убирать остатки вчерашнего позднего ужина. «Джанталар говорил мне, что ты обычно готовишь ему утрен чай». «Он говорил мне, утренний чай, да?» «Вчера он решился сам приготовить для тебя утренний чай». «Он сказал, что ты всегда приносишь ему по утрам горячий чай». «А на сей раз он хочет сделать тебе приятное». «Я предложил ему сделать этот мятный настой, поскольку его приятно пить, даже холодным». «А ты, наверное, еще долго проспишь». «Я подумала, что его возможно приготовил джандалар». «Я так и подумала». «Но не ты ли оставила мне миску с водой?» спросила Эйла. И Мартона с улыбкой кивнула. Эйла взяла изогнутые деревянные щипцы, используемые для захвата кухонных камней, вытащила из костра раскаленный камень и опустила его в плотно сплетенную чайную корзину с водой. Над поверхностью с шипением поднялся пар, и появилось несколько первых пузырьков. Как забулькало. Заменяя остывшие камни раскаленными, Эйла постепенно вскипятила воду. Тогда женщины заварили свои индивидуальные лекарства. Хотя у стены в общем помещении были расстелены спальные меха, а низкий стол сдвинут к входу, вокруг него на подушках еще вполне могли разместиться две женщины и со всеми удобствами выпить за компанию свои горячие напитки. «Я ждала возможности поговорить с тобой, Эйла», мягко сказала Мартона. «Я частенько думала, найдет ли Джандалар когда-нибудь женщину?» «Сможет ли он полюбить по-настоящему?» И она едва не сказала «еще раз полюбить», но она сдержалась. У него всегда было много друзей, он легко сходится с людьми, но свои настоящие чувства он всегда хранит при себе, и мало людей знают его хорошо. «Тоналан ближе всего сошелся с ним. Я понимала, что когда-нибудь он найдет себе пару, но не знала, осмелится ли он когда-нибудь полюбить. Ну, а теперь я вижу, что осмелился». И она улыбнулась Эйле. «Да, действительно, он часто прячет свои чувства. Не выпячивает, не показывает. Я едва не соединилась с другим мужчиной, прежде чем поняла это. Я любила Джандалара, но я думала, что он разлюбил меня. И думаю, как раз из-за этого», сказала Эйла. «По-моему, тут уж не может быть никаких сомнений. Совершенно очевидно, что он любит тебя. И я рада, что ему посчастливилось встретиться с тобой». И Мартона сделала глоток чая. «Позавчера я просто гордилась тобой, Эйла. Нужно иметь смелость, чтобы так отважно выйти к людям после такой выходки Мароны. Ты ведь знаешь, что они с Джандаларом поговаривали о помолвке? Ты ведь знаешь это?» «Да, он говорил мне». Я тогда, конечно, не возражала, но, признаюсь честно, меня порадовало, что они расстались. Она привлекательная женщина. Спора нет. И все считали, что она отлично подходит ему. «Но я придерживалась иного мнения», сказала Мартона. Эйла надеяла, что сейчас Мартона объяснит ей причину. Но она молчала. Она молча пила чай. «Мне бы хотелось подарить тебе более приличную одежду, чем этот подарок мороны», сказала пожилая женщина, допив чай и поставив чашку на стол. «А ты уже подарила мне украшение», сказала Эйла. «Ожерелье матери Долонара». Улыбнувшись, Мартона встала и, зайдя ненадолго в свою спальню, вернулась с перекинутым через руку нарядом. Она развернула его, чтобы показать Эйле. Это была длинная туника светлого, спокойного оттенка, очень похожего на побледневшую после долгой зимы траву, украшенная бусами и ракушками, расшитая цветными нитями и отделанная длинной кожаной бахромой. Внимательно присмотревшись, Эйла обнаружила, что туника сплетена из тонких веревочек или нитей какого-то волокнистого материала. Подобным способом обычно плели корзины, но структура этого материала была гораздо плотнее. Как же можно было умудриться сделать такое плотное переплетение, сразу же подумала она. Оно напоминало плетение циновки, покрывающей низкий стол, только даже еще более плотнее. Я никогда не видел ничего подобного, честно призналась Эйла. А что это за материал? Из чего она сделана? Я сама сделала его. Я сплела на специальной раме, сказала Мартона. Ты знаешь растение под названием лен? Высокие тонкие травы с голубыми цветочками. Ты знаешь, что такое лен? Да, мне знакомо такое название. По-моему, Джандалар показывал мне растение, которое вы называете леном, сказала Эйла. Оно помогает от тяжелых болезней на коже, от нарывов помогает, от открытых ран и сыпи, и даже во рту помогает. А тебе приходилось делать из него веревки? спросила Мартона. Возможно, я не помню, но мне понятно, как это делается. Он же имеет длинные волокна. Именно из них я исплела этот материал. Я знала полезные свойства льна, но я не догадывалась, что из него можно делать такие красивые вещи. Мне подумал, что ты сможешь надеть эту тунику на ваш брачный ритуал. Скоро мы отправимся на летний исход, а следующие полнолуния. А ты говорила, что у тебя нет наряда для особенного случая. И вот он как раз, этот случай и есть, сказала Мартона. «О, Мартона, ты так добра ко мне», сказала Эйла, «но у меня уже есть наряд для брачного ритуала. Нези сшила его для меня, и я обещала ей, что я надену его». «Я надеюсь, ты не станешь возражать». «Я пронесла его с собой по всем дорогам с тех самых пор, как мы ушли с летнего схода Мамутои в прошлом году. Я через все его пронесла. Он сшит в стиле Мамутои, и во время брачного ритуала они традиционно носят его особенным образом». «Разумеется, Эйла, я считаю, что лучше тебе одеться в брачный наряд Мамутои? Разумеется. Я просто не знала, что у тебя что-то уже заготовлено, и сомневалась, успеем ли мы сшить вообще что-то подходящее до выхода. Но пожалуйста, все равно прими от меня этот подарок», добавила Мартона и с улыбкой вручила ей тунику. Эйле показалось, что Мартона вздохнула. Вздохнула с облегчением после этого. «Возможно, будут и другие случаи, когда тебе захочется надеть что-то нарядное». «Спасибо, она такая красивая», сказала Эйла, поднимая и вновь разглядывая тунику. Потом она приложила ее к себе, чтобы убедиться, подойдет ли ей этот наряд. «Должно быть, требуется много времени, чтобы создать такую красоту». «Да, но я люблю, я люблю этим заниматься. Я придумала такое плетение много лет назад. Веломар помог мне соорудить специальную раму вместе с Тоналаном еще до его ухода. Большинство людей осваивают какое-то ремесло. Мы часто обмениваем сделанные вещи или просто дарим их. Обмениваемся. Я немного старовато и сейчас меньше занимаюсь уже шитьем, поскольку уже не вижу так хорошо, как в молодости. Особенно трудно мне делать тонкую работу. «Ах, я же собиралась показать тебе. Я же собиралась показать тебе сегодня не тянуя иглу», вскакивая, сказала Эйла. «По-моему, она может помочь тебе в шитье». «У кого ослабло зрение?» «Она должна помочь. Сейчас, сейчас я достану ее». И она прошла к дорожным сумкам, чтобы достать швейный набор. И заметила еще один особенный сверток. Спасибо. Продолжение следует...